МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расход топлива более чем приятен, уровень оснащенности и комфорта удовлетворит даже самого привередливого водителя. Отметим удобное анатомическое кресло с ярко выраженной боковой поддержкой. Удерживают отлично. Глядя на роль центральной консоли от обилия кнопок, вообще возникает ощущение, что находишься не за рулем автомобиля, а за штурвалом космического шаттла. Когда новый Астер находился еще только в стадии разработки, инженеры Opel решили, что они будут действовать не так, как всегда. А именно, они не будут устранять минусы и дорабатывать плюсы предыдущего поколения. Они решили новый автомобиль создать полностью с нуля. Еще один финалист списка автомобиль 2016 года. Рестайлинговая Toyota RAV4. Буквально на днях наши тест-пилоты и народные эксперты смогли оценить обновление. Дизайнеры японского автогиганта нашли способ улучшить и без того симпатичную мордашку кроссовера, добавив ей изячество и выразительность. Новая фара, решетка радиатора, задние фонари с прочерченной светодиодной линией. Но главное изменение, конечно, внутри. Особенно автопанораму впечатлила круговая обзорность. В RAV4 на выбор есть два режима вождения. Эко, экономичный режим, и спорт. Конечно, в эко автомобиль просто движется, но зато спорт открывает весь потенциал этого автомобиля. Кстати, среди тест-пилотов был и давний друг автопанорамы Павел Клышевский. Он достоил RAV4 похвалы. Ведь этот автомобиль послушно следует за педалью газа, но шестиступенчатый автомат передает мощность на колеса, не допуская клевков даже при интенсивном разгоре, динамичном режиме коробки передач. Особенно впечатлен был Павел в необычайно высоком уровне оснащения и уже упомянутой высшей системой кругового обзора. Второе место выбора зрителей автопанорамы поделили новый флагман чешских конструкторов и обновленный бюджетный кроссовер, ставший бестселлером во многих странах, в том числе и в Беларуси. Суперб не только получил абсолютно новый имидж, более официозный, угловатый и современный. Облегченная конструкция и улучшенная аэродинамика сделала флагманский седан на 30% экономичный. Суперб получил аж 29 практичных фишек, объединенных философией Симпли Клят. Примерно теперь багажник можно открыть, проведя ногой под задним бампером, а смартфон легко крепится к подголовнику или подлокотнику, что позволяет управлять развлекательной системой автомобиля. Ниши для хранения мобильника способны усиливать сигнал сотовой связи, но для задних пассажиров доступны розетки на 220 вольт. Каждым годом «Шкода» все больше и больше радует заботой о своих потенциальных покупателях. Так, например, для «Суперба» уже в базе доступен трехзонный климат-контроль, электрорегулировка переднего сидения и пара вот таких замечательных зонтиков в передних дверях. Еще один финалист, забравшийся на топ автомобиля года. Обновленный Renault Duster. Наш любимчик. С внешним видом у рестайлингового Duster полный порядок. Кузов практически не изменился, сохранив массивные раздутые колесные арки и поджарый профиль предыдущей версии. Изменения коснулись оптики, бамперов, решетки радиатора, добавив в образ с кроссовера толику агрессивности. В салоне добавлены новые элементы и улучшено качество материала в передней отделке. И улучшено качество материала в передней панели. Новый руль удобен и обхватист. Конструкторы сделали по сути работу над ошибками, исправили огромный список мелочей и в багажнике, и в салоне. Но главное достоинство Duster проявляется, конечно же, на дорогах грунтовых, либо не очень ровных и, конечно, на пересеченной местности. Поэтому на одном из тестов новый Duster мы отправили в карьер. Да еще и взяли автомобиль с дизельком под капотом, которому никакие преграды не страшны. Пожалуй, для нашего сегодняшнего теста звезды стали весьма удачно. Легкий зимний снежок, раскисший полигон, полноприводный дизельный перено Duster. И единственное, что немного не вписывается в эту картину, это мои летние туфли. Кстати, новый Duster, ведущий программы Сергей Мурашко, уже успел протестировать с заполярным кругом. Причем не только серийные версии с разными движками, но и вот такой усовершенствованный вариант. Настоящий внедорожный монстр на гусеницах. То мы нашли, пожалуй, идеальный транспорт. Это Renault Duster на гусеницах. У него и проходимость отличная, и внутри тепло, и комфортно. Лидером нашего голосования и автомобилем 2016 года с солидным отрывом от остальных моделей стало новое поколение Hyundai Tucson. Ведущий программы Сергей Мурашко большим тестом подвел итог и разобрал по деталям все придумки и новые идеи. И работа нового семиступенчатого робота с двойным сцеплением, и электронику полного привода, и удобный багажник, и отличную эргономику, и, конечно, упакованность этого автомобиля. Но главное, главное провел испытание, приближенное к экстремальному. Пожалуй, главной чертой корейских автомобилей за последнее время является то, что с каждой новой моделью у них виден реальный прогресс. В частности, новое поколение Hyundai Tucson, на мой взгляд, выглядит, ну, как минимум, не хуже своих именитых японских или немецких конкурентов. А согласитесь, для корейца это очень неплохой комплимент. Честно говоря, такую симпатичную мордашку даже жалко будет окунать в грязь. Но это кроссовер, господа, ничего не поделаешь. Tucson справился со всеми испытаниями. И он действительно заслуживает право называться лучшим автомобилем 2016 года в Беларуси. Выбор, который сделали более 300 наших зрителей, тест-пилоты и эксперты автопанорамы. Субтитры создавал DimaTorzok